Всем привет! Сегодня расскажу про Phalaenopsis Equestris Lecaspis. Найти фото для видео оказалось очень проблематично. Я не была стопроцентно уверена в их точности, зато сохранились зарисовки, которые я вам и покажу. Что ж, приступим. Phalaenopsis Equestris Lecaspis отличается от номинальной формы только цветом губы. Из-за такого небольшого различия спорят, стоит ли считать эту форму отдельным варитетом или нет. Сейчас крайне сложно найти эту форму в чистом виде, но нам известно о ней благодаря гербариям Рейхенбаха в Вене. Рейхенбах указал в своем описании, цитата, «эта выдающаяся вариация имеет белый калус с коричневыми точками, но без единого налета коричневого у основания губы». Хотя мне видится неявный желтоватый оттенок на экземпляре 1854 года из сада мистера Пискоторе, выращенного и присланного неутомимым мистером Людеманом». Конец цитаты. В гербарии Рейхенбаха в Вене не сохранился экземпляр, но есть уникальные рисунки. Эти зарисовки сделаны с растения, которое Рейхенбах получил от Джи Ти Барбера. Свит писал в своей книге на 63-й странице об этой цветовой вариации. Цветы немного меньше, сипалий и питалий имеют более выраженный пурпурный оттенок в центре. На белых боковых долях губы имеются горизонтальные пурпурные штрихи и бледно-розовые сполохи на вершинах. Желтый отсутствует. Средняя доля насыщенно-пурпурная, с побледнением цвета ближе к основанию губы. Калус белый с коричневыми пятнами. Конец цитаты. Хочу добавить, что Кристенсен в своей монографии по фаленопсисам упоминает лекаспис, но не признает отдельным варитетом. Он лишь пишет, что калус лишен желтого пигмента. По наблюдению исследователей, эта форма не привязана территориально и может встретиться везде, где произрастает фаленопсис эквестрис. Ну что ж, по этой форме на сегодня все. Вот такую информацию я смогла накопать. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и понравилось. Вас впереди ждут и еще много-много роликов на тему различных вариаций. На этом буду уже заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, в группах. Я буду очень этому рада, потому что это не только помогает продвинуть мой канал, но и также популяризирует мой любимый фаленопсис эквестрис и помогает сохранить его, хоть уже и не столько в дикой природе, а больше в коллекциях и ботсадах, но все равно сохранить для будущих поколений, чтобы не было вот как сейчас у нас с лекасписом, когда ты не можешь найти эту форму, хотя конечно же очень-очень хочется. И на этом уже совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!